Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафри Три Тройки, мы с вами продолжаем проходить игру Ведьмак Дикая Охота И у нас с вами 19-я серия, пока тебе Истощённую и раненую цири нашли на болотах крестьяне, они отвели её к барону, самозванному владыке Велин Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил её в Новиград Боже, да вы бы сказали, что барон повесился, я там замочил пару монстров И теперь у меня есть мегамощные доспехи и 64-й, мать его, уровень Так, ну пока мы смотрим, куда пойти Давайте-ка мы с вами кое-что сделаем Смотрите, здесь у нас чик-чик-чик Вот эти вот все штучки, их надо прочитать Теперь, чем мы это сделаем? Давайте мы вот этот вот решим в значок 64-й Заказ лишь очиха у нас, да? Давайте еще раз прочтем. Так, это у нас 63-го уровня делала. Что у нас там? 62-го. 62-й, да. Блин. Блин, нам надо сейчас много куда пройти. Ну, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В каких еще нахер катакомбах А то, что там бестия летает, это что никого не касается, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, ладно Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Отдохни не торопись что здесь такое что вы тут делаете а этот что с луны свалился приносим дары все богу понятное дело и вы можете его о помощи попросить если есть у вас подходящие дары потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил все бог говорите первый раз слышу это какое-то новое божество старое да еще какое еще наши деды его почитали говорят было это так прослав с рудника пришел сюда хворост собирать и вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул а из под земли голос послышался что потребовал жертв и послушания с тех пор и приходим мы сюда с дарами а взамен все бог нас опекает и от беды хранит оно и видно а что не так с вашими дарами не шутите видите же что мы одни огрызки принесли до войны я бы такого даже псу не дал а что делать такие времена а будет еще хуже все бог сказал что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива реки будут наполняться лягушками а урожай у нас будет жрать какая-то скоронча я бы мог за вас заступиться перед этим божеством что-то мне подсказывает что мы найдем общий язык ну попробовать не мешает чтоб с ним говорить вы должны стать перед алтарем и крикнуть символ помоги несчастному в беде жака то он может послушает так у нас задание опиум для народа бородя в лесной глуши велина геральт наткнулся на алтарь рядом с ним оказались двое озабоченных крестьян озабоченных хочу подчеркнуть когда ги когда ведьмак спросил что их беспокоит мужики поведали что почитаемое ими божество с повергающими в трепет именем все бог отвергло принесенные ими дары ведьмак хотя и не был человеком особенно или религиозным пообещал что заступиться за богобоязненных селян твою мать всебог помоги несчастному в беде пожалуйста пожалуйста потому что я хочу чтобы ты твоя божественность изволил взять назад проклятие которое только что наслал у этих крестьян правда нет не принесут недостойные дары или придет засуха град землетрясения и лавины я сказал лавины здесь и это откуда же не отвечает что поделать пойду его поищу так и закончим разговор голос шел откуда-то из-под земли так ладно здесь было вино совсем протисшие все же кто-то его выпил я пожалуй пойду на запах что-то здесь есть надо использовать глаз неплохо замаскировался магия что-то смеет беспокоить мою божественность геральт из ривии приятно познакомиться я подозревал что у всебога есть телесное воплощение но не ожидал что оно такое большое неплохо ты откормился за счет этих бедолаг так уж и за счет я им взамен помогаю благословляю отпускаю грехи советы даю и поверь мне людям это необходимо я бы о них и дальше заботился но они не соблюдают договор приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки которые которые они вынули изо рта у собственных детей а ты еще и проклятья на них наслал и не сниму пока они не принесут приличных дорог что мне радоваться простокваши и мерки проса не бывать этому так и мы скажи давно ты сидишь в этой норе лет сто была зима я тут укрылся развел огонь такой большой что пламя через расщелину подожгло кусты на горе я раскашлялся от дыма и вдруг слышу какой-то крестьянин голос ниоткуда кричит чудо но так я и стал божеством скорее паразитом может и так только кто в таком случае фрея и милитери они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы со мной хоть поболтать можно так у меня есть мысли получите убью удовольствие со скромными дарами ли я или умрешь послушай ты же отрест или ты хочешь довольствоваться тем что получаешь лес кормлю тебя воронам чертовы реформаторы ну хорошо хорошо я могу питаться скромнее но только до конца войны и не дня дольше 40 посмотрим сколько сейчас будет что нового я разговаривал со всебогом лично и что он смилуется над нами сме и лучше он обещал принимать все что вы ему принесете говорил же я говорил что всебог милосерден что он поймет спасибо тебе ведьмак а ну и так на прощание вы знаете что здесь под горой есть склеп загляните как-нибудь интересная там архитектура еще 80 можно поднимешься наверх посмотрим что там как так это так это так вот здесь мы все выполнили он не разорвался так ну что ж давайте лишь а чиха чудовище с болот так лишь а чиха но ведь прочтем про нее она мы читали все мне кажется ли вот в деревне подселье мы очень часто бегаем не знаю почему бы в принципе это прям здесь далеко а я тут прошу ух ты снова потащился приветствую вы по какому поводу я по поводу объявления про лишь очиху ты его дал так и есть я вы бы этим не занялись вы же ведьмак верно я понимаю я такого видал на картинке у бабки в книжице монструм или же ведьмака описание ну как сейчас помню нам-то жуть а для вас что там какая-то лишь очиха я займусь этим кто-нибудь видел эту лишь очиху может о ней рассказать старый вильям должно быть видел но он вам ничего не скажет слабое у него было сердце нашли мы его утром на полях так что люди теперь боятся по ночам выходить но поговорите с агнеты вроде она видала призрака и с ней ничего не случилось с ней да на троих мужей не пережила с такой бабы и лишачиха не сдонжит говорят ты можешь рассказать про призрак видела я ее лишачих увидела как тебя сейчас вижу ведьмак как она выглядела попробую ее описать по правде сказать не то чтобы я ее разглядела смеркалась уже и тут мне какое-то облако бледная поблазнилась а будто пар подошла я ближе а облака густеть начала и увидела я будто лицо в тумане и что было потом а что должно быть думаешь я ждать буду покуда она мне вся покажется побежала я в деревню рассказывать ясно говоришь она появилась сразу как стемнело это важно спасибо будь здорова странно то что прямо рядом с деревней а стопа здесь шла женщина босиком так это и есть тот ведьмак страшила я у себя в носу кое-что поинтереснее хочу по зубам тресну ткань возможно часть платья она зацепилась за кусты судя про стояние между следами она бежала потому и порвала платья кто за ней гнался убежать она не смогла он ударил ее ножом и перерезал ей горло странно что ножен оставил на нем засохшая кровь а в эту сторону он тянул тело здесь видны следы на всякий пожар письмо 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 найденное в монастыре письмо 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 Нет, червяки повылазят. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая. Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги. Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулю и Антек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, это призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят. На запад от деревни, за поля. Зуля. Добрые боги. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака. А для этого надо привязать его к месту. Так, стоп. Чпокаться, короче, на запад они ходили. Как уже дождь собирается. Так, давайте мы с вами сохранимся сразу. Так, место для чпока. Во. Днем полуношницы не явятся. Днем полуношницы не явятся. А, блин. Перепутал день и ночь. Ну что, шлёндра. Потанцуем. Суйтеvidка. РОДОСЁННЕТ КОНЕЦ firearm да как пить дать масло от призраков и даже не намазал называется подготовился блин хорошо что она такая легкая попалась хотя ну бывает что это критический удар ей там смахнул такое количество если бы не хозяйки чтоб чаще давно бы мы все помер крестьянку трахаешь приветствую вы по какому поводу я избавился от лежачихи больше не вернется я знаю как справиться с полуношницей ясное дело вот тут награда вам как обещали спасибо вам мастер ведьмах прощай самый белоголовый так будем смотреть что у нас дальше кулаки ярости предлагает на потом шестьдесят шесть доброволец нет ведьмачьи заказы 65 чудовищных болот пока думаю что нет а это значит костры новиграда идя по следу цири гераль добрался до самого большого города севера новиграда чтобы описать что такое новиград нужно истратить море чернил так что пока достаточно будет знать что это центр культа вечного огня огромный порт прибежущие артистов но также и проходимцев всех мастей во время описываемых событий новиград уже не был городом который запомнился ведьмаку по его прежним путешествием война продолжалась и родовид точно так же как и эмгир точили зубы на богатую метрополию в новиграде тех лет всем распоряжалась могущая храмовая стража которую поддерживали наводящие ужас охотники за колдуньями вдобавок в городе заправляли воротилы преступного мира поиски цири напоминали поиски иглы в пылающем стоге сена геральду несомненно потребовалась помощь ее могу оказать на счастье оказавшиеся в новиграде трис мире гольд зашибись с большой бородом и люди с большой буквы за так а потом после новиграда я думаю знаки вопроса мы с вами отработаем так нам надо ближайшую точечку найти это у нас вот это давайте вот тут здесь вот и вот эти знаки сразу соберем не думаю что там что-то такое ужасное так не думаю что у нас будет призраки вот это татар саник чудовищ на киры мадефакеры ой 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 шиберно так слушайте а там в пещеру над зайти блин думаю все ночь пригодится школа медведя уровень по-моему здесь вы час а 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 клоуны нахер от а а а а а а а а а Угу Вроде как больше ничего нету Так, теперь следующее Человек в беде, вот этот вот Мне не давало покоя очень долго И бесило то, что меня тут Некоторые уроды просто Пытались убить Суки-цы Не давайте ему продохнуть Ладно, давайте, чувак, беде Вытащим Ну что ж, как угодно Попадьте ему яйца Попадьте Попадьте Не отпускай его Живее, мужики Живее Попадьте Че, все? Чувствую мы прям за деньгами Придем в Навиград Не отправленное письмо Любимые Хельки Помнишь, как ты говорила Изобир Не ходи ты людей грабить Это богам не угодно А потом по этому большиху Одни беженцы идут А они еще беднее, чем мы Как ты обронилась Что я от работы в поле бегаю Ничем домой Ничего домой не приношу Ой, родная Придется тебе все свои слова Взять обратно Да так взять, чтобы У их У тебя У всей деревни Обратно изо рта Вырвать не могли Мы вчера прихватили Купчика Он не из гор Свилина А из Бренны Из самого Нильфгарда Понимаешь? Из города Золотых башен По-нашему он слабо говорит Но кое-что понять можно Сказал, что какие-то Товары черным вагер вез Что наторговал То мы у него и забрали Скажу я тебе и Хельки Столько крон я в жизни не видала Ты до стольких даже считать не умеешь Теперь немного его попинаем Чтобы выведать Не спрятал ли он где По случаю какое золото или ценности Так мы ему больше Большие Пальцы отрезали Признаться, что он еще ценности В подошве башмака держит Когда Мерка его немного прижег Он нам наплел, что В торбе с овсом Драгоценные камни спрятал Кто знает Что нам еще интересного расскажет Скажи детям Что папка скоро вернется И привезет им игрушек И гостинцев И что они как Объедятся медовыми ковришками Что лопнут А тебе Хельки привезу Жерелье и брошь серебряную Потому что хоть ты и бываешь Порой несносная Но я тебя по прежнему люблю Капризная ты балда Изобир По скриптам Надеюсь к моему возвращению В ту ночную рубашку в кружевах С красным бантом И ротик накрась Ты че затоишь то Ищите мою лавочку У моста через пондер Вообще то у меня Товар только для войска Но для вас я сделаю исключение Так ладно Что бандиты свежаются Базянкам его Сукина сына Так ладно Куда мы правильно бежим Нет Да правильно Шевелись плотва Я сделал Я стал Я И Он Он Эй, эй! Прыщ, прыщ, ходи! Иди, откуда пришел! Не торопись! Прыщ, 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 прыщ! Чувствуй, прыщ, 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 прыщ! Ну и вонь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему-то да Так, кстати, есть доски объявлений А, во, кстати, одна Там вторая была, блин, вот куда сказать тоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дима Ten Ох уж это молодёжь хуже, чем мы Д Return До встречи Моё почтение старшему охотнику за колдуньями и господину судьбе. Давай нам тоже, чтобы спать. Как же это тебя стража в город допустила? Ты в таком-то доспехе потеешь, неожиданно, что не причиняешь. Спать, спать, спать. Как сражаться с мерзостью, которая может принимать... Даня! 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 Злу не укрыться от священного огня! Огонь осветит его! Сожжет! Очистит! Огонь осветит! Сожжет! Очистит! Узрите! Все пламени милосердия! О тебе, Выродок, особый костер! Ты будешь гореть медленно! И молить о смерти всеми голосами срацу! Как все! Я не сделал ничего дурного! Ничего! Я просто хотел жить, как Вы! Помогите, люди добрые! Сожжет! Как все! Да ты что промер? Сожжет! Сожжет! Ух, ох, ох, ох! Водок. дуду не попался проваливай отсюда мы с этим домом работаем меня ваша добыча не интересует мне нужна чародейка которая здесь жила и ты думаешь мы в это поверим да должно быть залегла в какой-то норе как все остальные от кого она скрывается храмовая стража села из-за магов травит их как крыс кто может знать где она скрывается я бы ее поискал в гнилой роще гнилая роща интересное название гнездо отбросов и страшилищ порядочного человека там не сыщешь поэтому ты решил что моя знакомая там я никого не хотел обидеть где эта гнилая роща понятия не имею но говорят там нищие и всякие чудные ошиваются тебе там самое место может и так только я не знаю где это говорят туда можно дойти по каналам которые выходят где-то за городом а где именно мало кто знает ну или нищих поспрашивай или найди вора и выследи его поговаривают что нищие воры платят дань королю нищих значит они и про гнилую рощу знают значит здесь у нищих свой король с короной со скипетром зря смеешься это прозвище понятное дело только с королем этим каждый в новиграде считается и ты поосторожнее в рощу даже менги не суется кто меня звал чего хотел менги храмовая стража взять это воровское семя в комнату дознание но господин за что это ж барахло чародейской суки по-твоему их имущество можно грабить но магии и чародейки вне закона но их скарб забота храмовой стражи а новиград город законопослушный ты знаешь что нетопырь чует мотылька за мили что ты намекаешь здесь я задаю вопросы ведьма как нетопырь чует мотыльков так и я чую чудовищ в новиграде нет места таким я слышал что новиград не место для магов и чародеек теперь ты говоришь что он не для ведьмаков и для кого он тогда для праведных людей исповедующих единственно истинную веру вечный огонь пока я не могу тебе ничего сделать но я знаю что ты здесь один неверный шаг и ты пожалеешь я буду первым кто об этом узнает и тебя отправит на дознание как каждого магического выродка который набрался наглости марать наш город до встречи тварь тварь такие щетки для волос использовала только трис травы коренья рис решила стать целительницей некоторые колеса passions моих ну чё там прям вид на площадь Бог, сколько у нас книг-то вообще просто вот какой-то ни хрена ся на всех хату блин в центре города нехило живут одежда трис раньше на я не разбрасывала роза памяти вся высохла так, подождите, давайте мы спустимся еще вниз так, давайте посмотрим, что знаете что это сокровище, так, 71, 71 76, 70 это я ммм, ладно о, мои изменения, сударь а ну-ка, най отсюда держи вора а нехорошо не а 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 признаг средство для роста волос, которое он продает, простая вода из колодца в обрезках, чуть подкрашенная фиалковым сиропом. Единственный эффект, который дает это средство, жуткая срачка, что вы целый день безвылазно просидите в нужнике. Я имел сомнительное удовольствие лично убедиться в этом, так что если этот бессовестный мошенник заглянет в ваш дом, ничего не покупайте, скажите ему, чтобы он сам отведал своего средства, Фолькер Оливергер. Заказ дом с проведениями, еще ведьмака с незапятнутой репутацией, задокументированные доказательства бывых достижений и письменные свидетельства клиентов крайне желательно, который предпримет воежж в новообретенное поместье Курта Десарта, расположенное на выселках города, дабы найти изгнателя и убийц создания, которые там обитают. Существенная награда гарантирована, с уважением Курта Десарта, с новостью короля Фортеста, граф Анкорский, временно обитающий в Зимородке. Заказ домовой. По поручению купеческой гильдии сообщаю следующее. На рынке возле городских ворот завелась наглая бестия, домовым называемая. Хотя людей чудовище не трогает, причиняя она торговца к значительной убытке. Кто поймает и убьет этого домового, получит немалую награду, которая к тому же подлежит налогоображению директу 1271 нашего возлюбленного города. Не мешкайте с помощью, люди добрые, поскольку розничная торговля есть хребет здоровой экономики и финансовое благополучие городских купцов в ваших же интересах. Синвестор и его купец. Важный товар руками трогать, торнутый товар считается купленным. Магистрат от больного города. Так, кулачные бои. Кто хочет подраться, найдет в нашем городке немало достойных соперников. Запишись на турнир, и ты встречаешься Георгем Георгиусом по прозвищу Коппер Арбичильдом Онейлом и капитаном железным Мортимером, известным под прозвищем Дурден Портной. Заказ чудовищ в обрезках. По приказу городского совета за номером 14 на 8 д 3 185 назначена награда за чудовище, что мучает убивает обитателя обрезков после наступления тьмы. Единственное наказательством убиения одного чудовища будет считаться трофей, взятый с его тела. Да, это означает свидетельство твоей матушке или тетушке будет недостаточно. Так же, как и клятву любого другого свидетеля, вне зависимости от его отношения к тебе, иерарху или кому бы то ни было, сколь бы ни был твой свидетель честью. И даже если честность на нее подтвердит каждый в твоем любимом петельном заведении. Чтобы узнать больше или получить награду, заходи на дзиратель обрезков флунт по прозвищу городского совета надзиратель обрезков флунт. Замечательная мысль. Он осторожней, чем я думал. Близко не подойдешь. Стража! Воры! Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. Боим кучу заданий, пипец вообще. Ну и ну, как чучело. Холера, опять я потерялся. В зимородке-то так кормят, что потом в два дня могут на сытом ходить. Придет, милостивый сударь, дай мне хоть крону. А если не дашь, моя больная матушка с голоду помрет. Держи. Спасибо тебе, милостивый сударь. Хочешь, я расскажу тебе историю моих злоключений? В другой раз я спешу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эх, какие красотули тут порхают. Груди-ка. А потом что? Добровольное пожертвование в пользу рядани или в изгнании? Моя мая, Саня. Вот тварь. Вот тварь. Вот тварь. Вот тварь. Вот тварь. Наш мир сгорит. Сгорит в вечном огне. Вот тварь. Вот тварь. Вот тварь. 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 О, интересно. Так он уж пятый год как в земле гниет. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Я не знаю пароль. Тогда плати. Я не буду платить. Пропусти меня. Так точно. Что тебя беспокоит? Я на один глаз не вижу, господин. И там... Смотри, что я нашел, мама. Как наши предприятия есть. Хорошо. Наши предприятия. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи – это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща – обидное прозвище для нашего пристанища. Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать. Может, сад свободы? Для человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичный. Ты называешь это данью, а я – налогами. Для тебя это воры, а для меня – работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет – это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовид со своими охотниками-заколдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. За тобой стоит банда оборванцев, горстка магов, а против тебя – вооруженная до зубов стража и охотники за колдуньями. Я бы не поставил на тебя некрон. Я тоже. Пока. Война отлично тасует карты. Во время войны люди начинают видеть суть вещей. Задумываются, например, зачем запрещать магию, если она помогает. Люди приходят ко мне, хотя знают, что это запрещено. А знаешь почему? Потому что они боятся смертельных болезней больше, чем пыток. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Как мы видим, она в оригинальном костюме. Что у тебя с ним за уголок? Он тебя использует? Скорее помогайте мне выжать. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищему, я бы не поверил. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать. На костер будем, и нету для нее спасения. Сними с меня, замечательный скорбь. Да. Очередной игрой будет выяснить. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые... Я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю. А тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикарий. А эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый. Но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он небось на дне. Повезло еще, что он утонул. Так что поищи, думаю, он найдет. Предлагаешь мне заплатить? А потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверток? Рядом Журавлев. У второго мостика от порта. Не ожидал и такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Мол, забавляться с ними по время дохода. Так, прикол. Ладно. Навиграад, когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуинне, чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до вполня. Навиграад стоит на деньгах. А для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что терялишь. Там полно прогорклого масла. По-моему, она прекрасно действует на кожу. Так. hovahomnian négovill。 Там. Там полно прол Goodwin. Где-то вторая песня. Там заплываются в сторону порта. Там полно проливаются смесь. Там блин. Там до Windows. Ну как, нашёл? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот ещё что. Мой свёрток. Вроде ничего не промокло. Ты очень милый. Вижу, ты в своей стихии. Ты ещё помнишь, в чём заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я всё вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет себя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. А, привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придёшь ни одна. Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно. Но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьёзная фирма. У меня самые большие склады зерна. Ты купец, значит, основную заповедь торговли знаешь. Конечно. Хорошая работа, хорошая оплата. Половина сейчас, половина после. О, ты много хочешь. Я ведьмак, поэтому знаю, что заказчики говорят до работы. А что? Ладно, ладно. Вот вам задаток. 150 крон. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдёшь хоть какие-то следы крыс. Когда ты последний раз мыл голову? Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы Монтикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но мы его короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помёт. Не ной. Подождите. Я всё. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Он горит, нет? Да. Теперь подождём, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами, и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе моё житьё-бытьё? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимирии до Крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смирившийся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу всё. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я её нашёл? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Так себе. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже всё поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Сделаем вид, что твоих друзей тут не было. Давай вторую половину денег и разойдёмся с миром. Не тебе мне ставить условия, мутант. Не лезь в это дело. Мы пришли за ведьмой. А придётся иметь дело с нами обоими. Геральт! Боля твоя. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоим. Ходи, зруб! Наня у меня, зная, что не будет мне платить. И не обманулись от детей. Если бы не ты, надо найти Браунда. Нет, не убивайтесь, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопийцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пошел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда? Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталась пара дел. Очередной склад с крышами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Так. Сейчас у нас последнее как бы задание осталось. Плачь и плоти. Рекомендуемый уровень 85. Вы что, гоните? Да, слушайте, я думал, сейчас вы выполните, а оказывается, он совсем не жопа. Ну, давайте просто хотя бы сохранимся и пойдем в банк. Вим, ты можешь для меня кое-что сделать? Ой, и боюсь, что нет. Нет? Понимаете, пришло уведомление, что у вас долги по налогам, и я не имею права вас обслуживать до тех пор, пока они не будут выплачены. Ну так и быть, заплачу. Я думал, что порталы – самая мерзкая вещь на свете. А нет, налоги хуже. Прошу, прошу, кого я вижу, сам белый волк посетил мои скромные чертами. Чем могу служить? Так, ладно. До новых встреч. Думаю, что 64-65 уровень уже будет сейчас все. Все, друзья, все, на сегодня все. Ну что, с вами был Сафир Тритройки на канале ProGamer Television. Это был Ведьмак Дикая Охота в формате 21 на 9. Сожжите к стверну. Всем спасибо, на новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok